15-летний Григорий Комыров сегодня проснулся с надеждой заселиться в свое новое жилье. Оно досталось ему после смерти обоих родителей. Однако взрослые, точнее приставы, не могут до сих пор решить вопрос в пользу наследника. Мы несколько лет судимся уже, даже года 3-4. И не раз уже пытались выгнать их из квартиры. Но пока ничего не получалось. Добровольно выселить 62-летнюю Зенебша Кирганову судебным исполнителям не удается с 2014 года. Женщина несколько раз обжаловала приговор суда и писала в разные инстанции жалобы. Сегодня она все же открыла дверь. Но освобождать жилье категорически отказалась. Парирует тем, что законно приобрела квадратные метры. Однако документы на квартиру предоставить в очередной раз не смогла. Он знаете, что делает? Из-под тяжка. Это у них привычка. Не первая. Поэтому сейчас будем в обжарке уголовное дело и смотреть. Пусть он мне покажет удостоверение, я его сфотографирую. Сторона ИСА напротив все необходимые документы демонстрирует охотно. У Елены Комаровой, напомним, а на законы представителя опекуна-наследника на руках все необходимое. И решение суда, и домовая книга. Женщина сетует, что судебные исполнители бездействуют. Дело в том, что есть у них указания с департамента юстиции о сегодняшнем исполнении данного решения, которое меня заверил начальник департамента. Следующее мое посещение будет уже замминистра юстиции, которого я была на приеме в октябре месяце, и который сказал, что по окончании отопительного сезона судебное решение 2014 года все-таки будет исполнено. Однако приставы говорят обратное. Утверждают, что действуют в рамках закона. Но тем не менее, вот уже третий год не могут выселить Зенепша Кирганову. В дальнейшем действии мы еще раз пишем опекунственное письмо о том, что исполнили они, чтобы забрали детей. После они свое действие делают, заберут действие, детей заберут, потом мы решение суда исполнения при этом порядке. У меня на руках решение суда о выселении Зенепша Киргановы за 2013 и 2014 годы. Однако суда исполнители бессильны, а вот Комаровы намерены бороться до конца. Анвар Шаликенов, Кобланда Утигенов, телеканал Алматы, Астана.